Здравствуйте! Я тут решил взять небольшой перерыв от микрослотера и чем не повод пройти замечательный сиквел Intergalactic Xenology. Итак, посмотрим, что он нам предоставит. Открывается вот такой вот прекрасной, спокойной и уютной сценой. Вот таким вот храмом. Секретным входом, к слову. Вот здесь нужно нажать кнопку, чтобы открыть дверь за стеной. Из технологий. А вот за этой черепушкой уже скрывается настоящий секрет. Это броня. Далее мы проходим сюда и нажимаем вот на эту кнопку с этим алтарем жертвоприношений. И открываются вот такие виды. И прежде чем прыгнуть в портал, мы возьмем здесь секретного берсерка. Он нам пригодится. Итак. Мы появляемся прямо здесь. Сразу с дробовиком. Быстренько отстреливаем гидсканеров. И прочую нечисть. Кто посмел? Тяжкинавил. Это вот он. Отлично. Так. Больше боеприпасов нет. О, дробовик сойдет. Переходим сюда. Опять же отстреливаем гидсканеров. Появляются несколько кокодемонов. Постараемся сделать так, чтобы имбы их немножко подранили. Вот таким образом примерно. Оставшихся имбов мы полоками разнесем. В целях сохранения боеприпасов и просто для веселья. И вот этих тоже. Наверху мы расстреляем вместе с паучком. Паучка лучше снимать отсюда. Это просто безопаснее. Хотел сказать, что имб такой неубиваемый. И вот через вот эти вот тоннели мы попадаем вот в такое вот прекрасное окружение. Которым также водятся монстры. Можно провернуть такую же штуку с этим кокодемоном. Так. Нет, они не хотят сотрудничать. Ладно. Разберемся по-свойски с этим томатом. Так, далее нам нужен вот этот красный череп. Но как только мы его возьмем, здесь появятся множество хит-сканеров и прочие монстры. Я вижу, кокодемон уже заинтересовался моим кубом. Прекрасно. А с этим мы сами... Ой, 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 ой. Ладно. Как-то он слишком часто начал стрелять. А такое бывает. Поможем кокодемону, потому что шансов у него мало. Отлично. Возвращаемся обратно. Здесь нас уже ждет кучка нимков. И четвероногий дворецкий. Рукость слишком много чаевых. Так, вот эта кнопка открывает дверь. Выцеливаем пулеметчиков быстренько. Дальше пробежимся по... ...верхушке этой арены. Скорее, алтарь. Жертвоприношение опять очередной. Этого чувака мы... Ой. Забьем до смерти. И, после того, как мы нажмем эту кнопку, появятся старые знакомые. Если вы играли в Ancient Alliance, то вы должны их помнить. Вот эти вот ребята. Я их ненавижу. Ну, их пока что. Техтерина к ним присоединяется, конечно же. Отлично. Но, если вы не играли в Ancient Alliance, то это вот такие вот летающие взрывные бочки. Натурально взрывные бочки. Когда один умирает, он распространяет такую взрывную волну, которая убивает остальных. А также они стреляют ракетами ревенантов в неприличных количествах. Вот, мои твари. Так. Здесь также есть последний секрет. Ой. Так вот, да. Это рюкзак. И так. Отлично. Мы можем выходить отсюда. Через вот эти двери. И вот эту замерзшую пещеру. Прямо к неизвестности. Что ж, отлично открывающий уровень. Открывающий этот ват. Сиквел начинается интересно. Показали старых знакомых. Опять же, не могу это не отметить. Я их ненавидел в Ancient Alliance. Буду ненавидеть их здесь, скорее всего. Хотя... Противники, они достаточно интересные. На поверхности. По визуалу... Все прекрасно и интересно. Дальше будет еще лучше. Я уже играл в него, конечно же. И... На стриме, к слову. Вот. И... Да. Там есть чему удивить. В общем, просто рекомендую. Дождаться следующего эпизода. И посмотреть. Главное... Самое интересное все еще впереди. Ну да. А вам спасибо за просмотр. И... Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова